Ну что, друзья, всем привет! Мы находимся в Санкт-Петербурге на чемпионате Невские берега. Сегодня в 16.00 я буду работать вот на этом стенде, сейчас 11.00, выставка скоро открывается, поэтому приходите в 16.00, увидимся, а за участников держим кулачки. Санкт-Петербурге Я всегда говорю о том, что лучше семинара практики, наверное, ничего нет. Можно теоретически сколь угодно много рассуждать, сколь угодно быть теоретически грамотными, но практика есть практика. Я очень сильно люблю модели, которые не совсем стандартные. В основном все модели, с которыми я работаю, это с какими-то нюансами. Высокий рост волос, торчащие волосы, тонкие шеи, большие уши и так далее. То есть какая-то коррекция. Я решил быть честным по отношению к вам, и начать то, как мы встретили нашего клиента, помыли голову и начали с ним общаться. Первое, что мы делаем, это делаем анализ формы головы. Мы все знаем теоретически, что это такое, знаем, что такое костная структура. Мы все это прекрасно знаем, но как с ними работать, мы не знаем. На семинарах я постоянно говорю о том, что мы не запоминаем с вами разделений каких-то определенных. Мы запоминаем конкретно форму головы и точки. В нашем случае сейчас мы делаем анализ головы, мы понимаем сразу, смотрим в зеркало. Да, у нас зеркала нет, но тем не менее. Мы понимаем, что у нас достаточно торчащие уши. Выбирать сильно коротко здесь не совсем будет хорошо. У нас достаточно тонкая шея, и самые выпуклые части на височном блоке, они гораздо шире, чем точки на А. Но при всем при этом, мы не хотим сделать длинную стрижку, и наш клиент не хочет, чтобы у него на ушах, допустим, вот так, допоршило, все и торчало. Выводя зону интерьера, с одной стороны и с второй стороны только потом. Поэтому работа по костной структуре, она достаточно важна. В чем наша концепция, в принципе, в работе? Здесь немножечко я смещаюсь в плоскость. Все, с этой зоны мы закончили, будем ее потом уже сушить, смотреть, что с ней произойдет. Сейчас последние два семинара проводили в формате трансформации, именно в видеотрансформации парикмакеров, где вы можете посмотреть, как пришли там 8 человек на обучение, которое длится 8 дней, и что с ними происходит за эти 8 дней. Каждый день мы делали выпуск, то есть, и показать, как действительно происходит их трансформация. Это идеальный прямоугольник. Подстригите его. Насколько прямоугольник нужно сделать идеальным, чтобы он понравился, допустим, там 99% из всех стоящих. Вот здесь уже есть момент. Первое, что должно быть, это понимание того, что вы делаете. Обратите внимание, когда вам тренер говорит об этом и тянет прядь наверх, но показывает срез вот такой, даже если она отсюда. И когда мы говорим про нашу базу, да, классику про нашу, когда мы двигаемся вокруг клиента, точно так же у нас есть движение по кругу, есть движение по квадрату. То есть, мы должны клиента поднять ровно на ту высоту, чтобы отсюда точно так же стоим сюда. Пойди сюда обратно. Здесь раз, как он начинает стригать, а у него форма головы вот такая. Песочная зона, она не нуждается в облегчении. То есть, это массивный блок, который держит всю плоскость. И вот в интернете постоянно идет такая борьба, кто-то сделал трапецию. Все понимают, что за трапеция относительно формы головы, трапеция или плоскость. Кто может сказать, что это правильно или это правильно? Вертикальными проборами простригли, горизонтальными проверили. Ножницы точно так же работают в плоскости, просто проверяем наше соединение. Технологический процесс, просто это, это просто последовательность действий. Почему в конкурсе, все конкурсы мастера считаются одними из самых лучших ущипов? Потому что они тренируются в системе, они постоянно работают в системе. Они достигают этого результата благодаря системе. Я точно так же вижу, что у меня сзади, именно вот здесь, внизу, прям такой пушковый рост молот, достаточно высокий. Но опять же, я ничего сейчас с ним делать, вот в данную прям минуту не хочу. Мы же стоим в височный блок, оттягиваем затылочную, то есть присоединяем. Оттягиваем на уровень желаемой краевой линии. Вот из затылка, ну, чтобы я имею в виду пример, понятный в данный момент для вас. Обычно понимаем, когда, когда отстригли, увидели и сказали, о, блин. На семинарах классно это получается, когда у всех манекены, все в разных условиях, у всех абсолютно одинаковая база. Ну, гораздо приятнее не просто умничать и говорить, надо так, надо так, а показывать делом, то есть, ну, что происходит. Сегодня обязательно зайдите на наш канал на YouTube, посмотрите, что у нас там происходит, напишите какие-нибудь ваши комментарии, отзывы. И прям даже не знаешь, чем намазать, когда стрижка такая красивая, да? Когда мастер такой скромный. Что, ли, сразу 2 тысяча счастья? Все? Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok